Взял билет в один конец. Познакомился я в интернете с девушкой, с Вьетнанкой. Начал немного бухать. То массаж, то траву предлагают. Самое главное это отвязаться от материальных вещей. Но родители обиделись. Так я и остался. Агенты будут вас на этом надувать. Не через... Привет, друзья! Доброе утро! Мы будем снорклить сегодня. Мы будем снорклить еще раз. Мы будем снорклить еще раз. Всем привет! Всем привет! Мы ждем Олега. И едем сноркать. И будет там Илья. Зададим ему какие-нибудь вопросы. Много ребят у меня спрашивало про него. Хотят с ним еще пообщаться. Так что пообщаемся. Все, вот мы и на пляже. Илья никогда нас не доедет. Он колесо проколол. Вот. И... Начнем без него. Нас сегодня никто отсюда не выгоняет. Здесь люди даже сидят. Это опять то место. Где один раз было грязно. Второй раз нас отсюда выгоняли. Посмотрим, что будет сегодня. Я взял подводный бокс. Так что даже смогу показать, что там под водой. Надеюсь, что там вообще что-то видно будет. Очень жарко сегодня. Время 12. Самое жаркое как раз. Сейчас такой сходил на разведку посмотреть. Думаю, посмотрю. Прозрачность сначала поплаваю. Посмотрю, что снимать. Что нет. И там сейчас увидел чувак. Ну, смотрим. Такой круг плавает с каким-то мотором. Такой шумит сильно. Такой, блин, что это такое? Может, током они убивают рыбу или что-то такое? Подплываю поближе. А там, короче, чувак под водой дышит с помощью этой системы. Сейчас камеру соберу. Подводный бокс попробую. Пойду. Поснимаю это. Субтитры сделал DimaTorzok Я из России, Москва. А, из Москвы. А ты? Прямо из города? Да, из столицы. 30 минут до Красной площади. А почему решил переезд? О, это долгая тема. Я вообще путешественник. Я работал пилотом на Cessna. У меня были права в EPL. В свое время получил в Тушинском аэроклубе в Москве. Мотовельтоплан, параплан, в общем, параплан, мотоельтоплан, классика и Cessna. Cessna до сих пор самый любимый самолет. С тех пор я заразился путешествиями. Сначала по интернету, потом ездил отдыхать в Египет первый раз. Как все пакетникам, пилотам, паксами называют. Что значит в Вьетнаме? В Вьетнаме познакомился я в интернете с девушкой. Сидел дома, начал выпивать. Потом шел там, приглашали званый ужин. Два раза участвовал. Потом женить меня хотели на Первом канале. Как музыкант по ним? Ну, я написал 26 песен. Это хобби было. Не профессия. Часть продал, часть раздал. Где-то гулять там по интернету. Можете посмотреть. Начал немного бухать. Каждый день сидел дома. А дома студия звукозаписи ко мне. Тогда еще и комиссар приезжал, Алексей Щукин. Рома Жуков, группа «Маршал». Раньше вот так я с ними работал. Мои друзья Игорек. Кто знает, там 80-90-е, вспомнят ЛСД, группа «Левосторонное движение». Ну, в интернете сидел, познакомился с девушкой из Вьетнама, с Донанга. Я в Донанге не был. Познакомился, но думал, ладно, буду общаться. Потом поехал в Ничанг в качестве туриста. Так, думаю, посмотрю, познакомился с Вьетнамом. Что за Вьетнам? В общем, Ничанг мне не понравился. Очень много наших. Я-то сам, ладно, там выпиваю, но я культурно выпиваю, там номер один. А там на улицах выпивали. Там, в общем, речь, мат иногда слышишь. Тогда еще китайцев не было, Ничанге. Но и вьетнамцы, они, честно говоря, тоже избавлены. Это же как дети малые. Туристы, деньги, легкий бизнес. То массаж, то траву предлагают на улице. В общем, не понравилось мне вот это вот. Неприятная атмосфера. Да. Ну, приехал, продолжаю переписываться. А она с Донанга. Ну, я думаю, что ладно, рискну. В принципе, я вот так собрался, взял билет в один конец. Самое главное – это отвязаться от материальных вещей. И от твоего мира атмосфера в Москве. Это непросто, на самом деле, было. То тут вот у меня вот любимый компьютер, то там у меня любимые клавиши. Как я это все оставлю? А тут надо, ну, как-то вот пришел к этому сам. Сидел, сам размышлял, друзей спрашивал, общался. В общем, сам до этого дошел, что легче надо расставаться со всем этим. Тем более, что рождаешься, ты приходишь один в мир и уходишь ты. Тоже ничего с собой не берешь. Все это относительно. Вот это конечная мысль. Взял билет в один конец. И она еще написала, что, в общем, я с тобой в интернете познакомился, мне пишут многие. Если ты не приедешь, значит, ты интернетный фейк. Вот, на уровне интернета. Только обещаешь и все. Как и все, в принципе. Ну, я такой, я говорю, я тебе слово даю и приеду. Вот, собрал билеты, деньги и поехал. Первый раз для меня это была такая поездка дальняя. До этого я, правда, и Филиппины тоже рассматривал. Но вот так обстоятельства сложились, приехал сюда. Она меня встретила сразу в аэропорту. Вот, как я и представлял по интернету, так и было в реале. Ну, внешний вид, поведение, характер. Ну, такой вот рост вот невысокая. Вот, стояла одна в аэропорту, встретила. Привезли в гости там кофе вьетнамский. Как я и просил, кокосы были на столе, родители. Вот. Сразу с родителями знакомились? Да, сразу познакомились. И они, в принципе, сказали мне, что вот, в принципе, поживи. Посмотришь, как чего. Понравится, останешься. Ты сразу с ними живешь? Ну, они пригласили меня, да, я приехал туда. Хотя я ей сказал, что я для начала сниму недалеко место. Вот. Чтобы пожить и повстречаться, так сказать, присмотреться. Но родители обиделись. Я, то есть, я приехал, это было поздно вечером, задержка рейса. Хотел оставить вещи и поехать посмотреть отель поблизости. Вот. А ее отец, он в полиции работал, такой серьезный дядька очень. Надо тут не посмотреть. Вот. Да. И, собственно, я говорю, ну ладно, немного побуду, потом я все равно хочу, как бы, независимо пожить, посмотреть, постречаться. Вот. А там не получилось, там, гостеприимство их, в общем, я не халявщик, это, вот, не путайте с этим. Просто с утра встаешь, такое отношение, блин, было, я такого не встречал, там, тебе кофе налить, там, завтрак, у тебя готов. Вот. Мать там спрашивает, как дела, что, пытаются помочь, все. Вот. И, собственно говоря, так я и остался. И потом мы поженились. Через как вы женились? Ну, 4 года я уже живу с ней в браке. Как вы женились? Ну, вот второй месяц пошел, мы подали документы. Это все непросто, конечно, было, надо было заказывать справки из России, женат, там, не женат, справка о здоровье. Вот. Все это пришлось проходить. Вот. Ну, дальше комитет все-таки, это соцстрана. Подаешь документы в комитет, ожидаешь еще месяц, тебе, так сказать, на раздумья. Вот. Ну, а дальше собираешь деньги, обязательные условия. Это тысячи две баксов надо иметь с собой, чтобы организовать свадебную вечеринку. Без нее не бывает реальной свадьбы в Вьетнаме. Там, неважно, местный ты или иностранец. А свадебная вечеринка, это, как минимум, человек 500, там, от 500 и выше до 1000. Дворцы такие стоят, вот они накрывают, значит, в указанное время столы, еду, все это просчитывается. Расчет идет на то, что каждый гость с собой принесет деньги в подарок. Это тоже принято в конверте. Все, и начали жить вместе потихоньку. К слову говоря, о том, что я видел один пост в интернете, но он старый, правда, что один славянин писал. Никогда не женитесь на вьетнамках, то есть вы всю жизнь будете работать, как белые обезьяны на них. Вот. Такое, это не мое, это его выражение. На самом деле я этого не заметил. Все так же, как и везде, собственно говоря. Если ты женился, значит, у тебя есть определенные обязанности, но не значит, что ты должен трудиться на них как раб. То есть они тоже там помогают с поиском работы тебе, поддерживают тебя, собственно. Я не заметил никакой разницы. Зависит от девушки, еще зависит от семьи. Потому что семья для вьетнамок, в частности для вьетнамок, семья это очень важная вещь. Все строится у них на уважении, на почитании своих родственников, дедушек, бабушек, прабабушек, прадедушек. Обязательно нужны дети. Я спрашиваю, а зачем? А вот когда мы будем старые, уже умирать, кто над нами будет служить? Кто нас похоронит, кто нам рюмку воды, ой, стакан воды подаст. Заговариваюсь. У вас нет детей? Вот сейчас должен родиться ребенок, в августе дочь. Становлюсь впервые счастливым отцом. Еще не привык к этому, очень много смешанных чувств. Но так как я видел свою жизнь раньше, вот иногда, когда мы перед тем, что-то сделать или куда-то поехать, что-то ответственное, мы видим это внутри себя. Представляем, видим. Но вот так было у меня. Я как будто видел свою жизнь заранее. Ну, есть какие-то привилегии по визе? Ну, привилегии есть то, что ты имеешь право работать на территории Вьетнама, что у тебя семья. Семейная виза, другой тип визы. Виза сначала дается на три года. Если ты три года выдерживаешь во Вьетнаме. Никуда не ездишь? Никуда не ездишь, не разводишься, выдерживаешь эту жизнь, эту культуру. То тебе дальше удается на пять лет. А после пяти лет там уже карта резидента, то есть гражданство Вьетнама. Ну, у меня сейчас виза на пять лет, значит, заплатил за нее 10 долларов, чисто символически, в эмиграции. При этом у меня есть право работать. Я вот работаю в местной вьетнамской компании. Не надо никогда выезжать на виза раны? Ну, выезжать не надо. Единственное, что там каждые шесть месяцев надо виза раны делать, чекаться. А, каждые шесть месяцев. Один иностранец мне сказал, для чего? Если ты что-то натворишь за этот период времени, за шесть месяцев, или чем-то не угоден там Вьетнаму, то тебе культурно на границе откажутся. Ну, я так же, как все, сажусь в микробаз, езжу на границу. Рекомендую, есть одно агентство, до Лаоса, с Донага, не так далеко, Лаобао. Виза раны туда, там печать и обратно. Она сейчас закрыта, да? Сейчас прикрыта, да, но скоро откроют. Работа была несколько, это третья работа. Первая, это была в известном комплексе Кокоба, развлекательный, он известен на весь Вьетнам. Взяли меня специалистом по свету и звуку, поскольку в свое время писал песни, аранжировки. Это не наши, это не наши, нет? Нет, это вьетнамцы. Все, поплавали, в общем. Я уже все, камеры вытащил. В общем, сегодня прикольнее намного там плавать, много всего. Мужика этого поснимал, который под водой ракушек доставал. Они вот сейчас их ели как раз ракушки эти, делаю прямо здесь на гриле. Вот Илья там с своим аквалангом. И он получил немного колечки пускать. Олега получил снимать. Фу, нырять поглубже. Уже получается метра на полтора у него нырять. Вот, нашли место, где там много рыбок между камнями. Ну, в общем, неплохо, да, здесь сегодня неплохо. Вода, конечно, не такая прям чистая, как бывает на Филипинах. Но не самое грязное, которое бывает здесь. Здесь обычно намного хуже. Сегодня уже прикольно. Как сложно вот просто приехать и найти работу, и жить на этом сразу? Сколько надо времени на это, и как это сложно, и насколько это реально вообще? Ну, я не насчет себя скажу, а вот то, что я наблюдаю. Насчет себя там четыре года приехал, русских не было, и работы не было. Кредиты Тинькова, благодаря какова я выплатил. Собирайте документы. Документы обязательно переводить на вьетнамский язык. Здесь есть агентство, можете это сделать. Обязательно, чтобы стояла красная печать на переводе. То есть все ваши там сертификаты, образование, все-все понадобится. Это здесь очень важно, потому что в России, наверное, никто не спрашивает образование. Это важно. Здесь важно, да? Да, это важно. Чем больше разных документов, тем больше шансов. И обязательно они даже на вьетнамском с красной печатью. Второе. Справка о здоровье. Идете в местный здесь госпиталь, не у себя, а здесь. Там вас проверяют, все врачи, титут медкомиссии, что вы здорово, пригодно работать. Тоже там красная печать ставится. Все. Ну и это если серьезная работа, то можно устроиться менеджером на резорт. Опять-таки они отдают предпочтение местным. Вам будет немного сложно. Почему? Потому что иностранцы платят налоги. И не всякие соглашаются. Но вообще иностранец в принципе может официально работать? Можем. По туристической фирме? По туристической нет. Должна быть бизнес-виза. Виза женатого человека, что аргументировано здесь на территории Вьетнама. Бизнес-виза, разрешение на право работы. Это у вас должно быть, вы это должны сделать. Вьетнамом просто более лоялен к этому относится. Не так жестко, как, скажем, на Филиппинах, к примеру. А по туристической фирме можно когда-нибудь устроиться? Работать гидами на территории Вьетнама иностранцам запрещено. Вы можете устроиться... По туристической фирме можно кем-нибудь работать? Есть только учителям. Учителям, да. Вьетнам он учится, развивается. В ближайшие лет 10. Учителя будут востребованы, но именно английского языка. Но при этом они отдают огромное внимание вашему произношению. Они понимают, что вы не носитель языка. Поэтому у вас должны быть веские основания, образование, произношение. Они достаточно приближенные. Они все практически спрашивают интервью, как вы говорите на английском и так далее. Вот у меня слушается русский акцент еще. Ну, в принципе, у всех там есть. Больше-меньшей степени. Поэтому, если вы приедете в Дананг, к примеру, в Ничанге, там проще. Вы приехали, допустим, хотите работать, идите в нашу турфирму, которая зарегистрирована на территории Вьетнама. Хозяин русский. Устраивайтесь к нему или идите в кафе-ресторан, где хозяин русский. Он вас прикроет, там устроитесь, будете либо зазывать гостей, либо как менеджер работать с персоналом. Но это в Ничанге. В Дананге учителя. Это вот как бы как есть. Поэтому, если где-нибудь в баре Дананга вы увидите иностранца, подойдете к нему, сядьте рядом, закарьте себе пиво и спросите, Hi, how are you? А кем ты работаешь? Он скажет, ну, teacher fucking shit. Вот и teaching. А вот и teaching. Ну, а что по поводу teaching, да? В общем, английский важен. Нужно иметь хорошее произношение и немножечко почесать, немножечко приукрасить то, что есть, то, что было, опыт работы. И нужно сделать хороший демо-класс, бесплатный, open-класс с детьми. И после этого, если всем понравилось, тогда вы получите свою работу. Демо-это бесплатный урок, 20-30 минут. Иногда на демо разводят, просят полтора часа провести. Ну, чисто, бесплатно, чтобы учителя проводили разные занятия. В любом случае, работу лучше искать здесь. Не ищите работу в России, не ищите работу в Украине. С вас состригут больше половины денег, агенты будут вас на этом надувать. Не через агенты, например. Ну, можно тут каких-то агентов местных использовать, чтобы быть не через несколько колен, а хотя бы через одно. Или напрямую. Искать работу у нас – это гиблое дело. Ну и сертификат TEFL, да? Он тоже здесь требуется. В Китае не сильно, здесь он нужен. Сертификат TEFL «Teach English as a Foreign Language». Можно его получить онлайн, стоит где-то долларов 200. Что он означает? Он означает то, что ты квалифицирован для преподавания английского языка как второго языка. То есть это не сертификат владения языком, это сертификат, который подтверждает, что ты квалифицированный преподаватель. А сертификат владения нужен? Нет. Это уже для эмиграции. Вот, когда ты эмигрируешь в Канаду или в Австралию, там IELTS или TOEFL нужен. Это другие сертификаты. А TEFL чисто вот подтверждает то, что ты квалифицированный преподаватель. Все, мне пора на работу. Поехали. Так что это все непросто. И я именно о учителях говорю. О рекомендации там ресторан, кафе, это вот те, кто… Ну, там зарплаты маленькие. Ну, выбирать не приходится. Без груза, конечно, не очень удобно нырять. Меня прям наверх тянет постоянно. Но удобно снимать этот сплит, типа половина над водой, половина под водой. Получается удобно, потому что на поверхности просто плаваешь. Особенно с этим антуражиком, с этой архитектурой вьетнамской, буддистской. Прикольный, наверное, сплит. Ну, посмотрим, что за фотографии получились. Самые лучшие я поставлю, если будут какие-нибудь вообще достойные, чтобы их показать на ютубе. Сколько денег минимум нужно на жизнь? Если онлайн-заработок есть или пассивный доход. Ну, нормальная квартира сколько? 250 долларов получится. Плюс-минус 50, в зависимости от комфорта. Можно и за 200 жить, но будет не очень квартира. Плюс, если питаться в супермаркете и готовить еду, долларов 200-300 на месяц, чтобы покушать. Да, ну, минималочка – это долларов 500-600. Это прям совсем слабенько. А дальше уже заведение, развлекалово, выпивка. Это уже будет гораздо дороже. И визоран. Да, да, да. Ну, с этим сейчас непонятно ничего. Будет видно дальше. Ну, вообще, где-то стандарт, я вот спрашиваю. 500 баксов – это минимум надо просить зарплату. Ну, чего? Раньше было, я в Кокобай 2000 долларов получил. Потом зарплата падали, там, полторы, тысячи. Ну, сейчас 500 – это окей. А здесь какая зарплата, вот в кофейной, например? У меня – тысяча. Тысяча, да. Тысяча баксов. Ну, сейчас в 50% упало в связи с вирусом. А что у тебя за должность? Специалист по маркетингу, онлайн, взаимодействие. Во вьетнамской компании, да? Да. А почему они предпочли нанять иностранца, а не местного? Жена, видя то, что я без работы сижу, вот, собственно говоря, помогла через друзей. Вообще, эта компания, она и не планировала брать иностранцев, но вот они решились попробовать со мной. Вот уже второй год. А какие преимущества для них, как для компании, иметь иностранца на этой должности? Ну, если проще говорят, то мозги. Мозги – знания. Собственное все. То есть, поиск клиентов, да? Нет, там работа в онлайн-маркетинге, это создание веб-сайтов, я это тоже взял на себя. Плюс, работа с онлайн-магазинами, маркетинг-платформами, взаимодействие с крупными платформами, такие как там Alibaba, Amazon и так далее. По-английски, да? Да. Естественно. Работы очень много, все это в одном. Ну, кстати, караоке начинается уже. Паралаке. Ладно. Я уже буду ехать? Вы как? Я еду воздух заправлять. Да, нет, центр. Я еду голодок заправлять. Всем пока. Всем пока. В следующий раз, может, поговорим о теме такой, о Airbus. Мы бы еще, я уверен, что подписчики хотят познакомиться с женой. Обязательно. Обязательно. Они еще не видели Вьетнамок на моем канале. Это мы запланируем прямо буквально на днях. Так что, увидимся. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, короче, на канал. Пишите обязательно комментарии. И особенно мое почтение за Рошару друзьям. Вот. Все. А сегодня мы еще заедем, может, в гости к Илье и поговорим с его женой. Она не очень хочет сниматься, но посмотрим, может, то учится. Все. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok